Церковь не молится о самоубийцах О скайных правителях, тиранах тоже можно подавать записки А самоубийца, может быть, кем-то доведён до такого состояния, остаётся без молитв Давайте разберём этот вопрос, потому что здесь есть несколько предрассудков, которые к церкви не имеют никакого отношения Начнём с самого простого Церковь не молится о тиранах, даже если они крещённые И вам не рекомендуют Потому что когда ты видишь человека, погрязшего в грехе настолько, что некуда клейма оставить Который виноват в смерти, в репрессиях, в отношении к миллионам невинных людей О нём нельзя молиться Не берите на себя такую миссию Вообще по голове получите От духа злобы преисподних Здесь оставьте Богу этот вопрос Пусть он решает Как быть Поэтому церковь не молится о каких-нибудь тяжёлых, серьёзных диктаторах и тиранах своего народа Может быть некоторые отдельные православные христиане Говорят, ну вот Да он чуть ли не святой был Я буду за него молиться А вы-то ничего не понимаете Ну хорошо Делайте, что хотите Мы в своём мнении высказали Мы можем молиться О тех или иных негодяях Пока они живы Пока они являются Властью И пока от них многое зависит Победа в войне Или прекращение в конечном итоге Этих же шутких гонений Невиновных Мы можем в этом молиться Когда мы живём в эпоху Сталина или Ивана Грозного О властях и воинстве И я Мы молимся всегда До тихой безмолвной жития поживем Во всяком благочестии и чистоте Как говорил апостол Павел Что касается самоубийц Что значит церковь не молится о самоубийцах Знаете, у некоторых священников есть В роду самоубийцы И бывают дети Даже кончают жизнь самоубийством Их близкие родственники У матушек У батюшек У монахинь У монахов И что, разве мы не можем у них молиться? Можем Мы не пишем просто записки О них на литургии Но есть молитва, допустим, Льва Оптинского Любой священник может благословить тебе Читать эту краткую молитву Есть чинопоследование для родственников Тех людей, кто живот свой самовольно скончал Что-то среднее между молебном и панихидой Которое совершается священником по благословению правящего архиерея Вы можете пойти в епархию Попросить это разрешение А если человек наложил на себя руки в состоянии аффекта И при этом был вне себя И есть даже документ, что он состоял на учете Вполне возможно, вам даже дадут разрешение на отпевание И сможете потом этого человека вспоминать в церкви совершенно официально Но ничто не мешает вам прийти в церковь и молиться Господу Богу О помиловании своего родного, близкого человека Можете свечку поставить Можете продукты на панихиду принести Можете стоять на панихиде и молиться вместе с батюшкой, вместе со всем храмом Просто записки не пишите Ну не напишите вы записку Ну и что? Вот теперь Господь молитву не услышит Если вот несколько букв написали на записке И батюшка их прочитал Господь услышал молитву А если ты в это время стоял рядом, то Господь не слышал Еще может тебе и в осуждение вменил Нет Ты любишь этого человека Ты хочешь, чтобы загробная участь его была облегчена Молись, раздавай милостыню Твори дела любви и милосердия в честь и память этого человека Храм построи даже, если есть такая возможность Понятно Все равно об этом человеке батюшка будет молиться Только как частное лицо Не на литургии, не на панихиде Но все равно молитва будет идти Молитва не запрещена за самоубийцей, милостыню не запрещена Мы просто официально не совершаем никаких поминовений, кроме тех, о которых я вам только что сказал В чем проблема? А почему же мы так жестко к ним относимся? Даже жестоким, можете сказать Жестче, чем, как привели в примеры, каким-то тиранам, правителям и мучителям Многие священники, которые окормляют заключенных в пенитенциарных заведениях Говорят, что они каются Не сразу, не все, но многие И жизнь стараются изменить Даже те, кто получил высшую меру Пожизненное заключение Да, они другие И жизнь их будет другая до конца дня Но есть люди действительно по-настоящему раскаившиеся И желающие жизнь свою изменить И по выходу из тюрьмы они тоже становятся другими И по мере сил стараются творить благодеяния людям Стать, как говорится, достойным членом общества Поэтому тут проблема именно в этом Убийца может раскаяться А сам убийца не может, потому что он уже умер А он убил человека Заповедь «Не уби» относится к людям И не только к окружающим нас людям Но и к самому себе Почему люди убивают друг друга? От ненависти к ним Хочу, чтобы тебя не существовало в своей жизни Почему человек себя убивает? Тоже это ненависть к себе Я не хочу больше терпеть вот это все Пусть страдают мои родители От того, что меня наругали за двойку Пусть страдает парень, который меня бросил Или страдает девушка, которая мне изменила Пусть страдают они Включают какую-нибудь популярную мелодию И сягают вниз с балкона Поступок, конечно, странный, нелогичный, тяжелый Но без уныния не дремлят И тебе говорят, давай, давай, вперед Ты облегчишь все свои страдания А люди будут страдать, чувствуя угрызение совести Да никто не будет чувствовать никаких угрызений совести Ну, недельку пострадает, помучается Дальше будет жить своей жизнью Спрятав этот скелет глубоко-глубоко в шкафу своего сердца Которое со временем просто в пыглый прах превратится Не думать, что человек будет всю жизнь жить Страдая от того, что ты покончил жизнью из-за него Это плохая мотивация Не будет никто страдать Может быть Кто-то из тех, кто сейчас меня слушает Скажет, а действительно, да Дело, говорит батюшка Поживу-ка я еще Может быть ситуация разрешится со временем И она действительно разрешится Поэтому так акцентирую внимание свое на этом вопросе Но в каком-то смысле, даже в педагогическом Церковь не молится официально От тех, кто жизнь свою самубийством и оканчивает Иначе скажет человек А, слушайте, если можно за меня молиться Ничего, кто-нибудь вымолит И пошел застрелился Нет, то есть это должно быть Такое правило церковное безоговорочно Даже если церковь относится менее милосердно К этому человеку, чем сам Господь Бог Для того, чтобы, повторюсь Не увеличивать количество смертей Ну дальше, в чем застану, то и сужу Человек уходит в мир иной В ненависти, в тоске, в унынии В злобе, в боли И в душе его все это сохраняется и остается Душа болит у человека самоубийца И он хочет эту боль прекратить Она только увеличивается Как бы ты ни унывал, ты можешь поспать Ты можешь сходить в кино Попить кофейку, прогуляться, пробежаться Поговорить с любимым человеком Посмотреть портал Экзегет И утешиться А когда тела уже нет, утешиться не можешь И вот эта тоска, она пожирает тебя Сегодня, завтра, третьего дня Тысячу лет, миллиарды лет Миллиарды, миллиарды лет И только хуже, хуже, хуже становится Поэтому, друзья, как бы ни было тяжело жить Живите Не бывает так, чтобы всегда было плохо Будет и свет, будет и радость, будет и счастье Ты скажешь, боже мой, хорошо, что дождался Или дождалась этого момента Он будет Я вас уверяю Берегите себя, берегите своих близких Если вы видите людей, склонных к суициду Почитайте, как с ними надо разговаривать Как предотвратить этот поступок Чего говорить нельзя категорически Есть специализированные сайты Есть достаточно много литературы на эту тему Читайте Внимайте Берегите себя и своих родных Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!